Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 29 марта и я продолжаю пекировать томаты. Вот как раз вот эту группу толстоногих томатов я вам только что показывала. Полный лоток был полностью весь сплошь засеян. Сейчас я его распекироваю и хочу прям маленький-маленький ролик снять, сказать, ответить на вопрос. Это как видео-ответ на вопрос, зачем я удаляю семидольки при пекировке томатов. Вот видите, вот они валяются с семидоли. Вот эти томаты, когда в лотке, у них семидоли целые. Большинство из них, они не пожелтевшие, не опавшие и не собираются опадать. Они бы могли расти еще. Но тут какая проблема? Они очень короткие. Вот видите, у них от, ну короче, всего тут 1-1,5 см до семидоли. А я всегда при пекировке делаю заглубление, то есть пекирую с заглублением. Вот видите. А так как они очень коротенькие, вот эти семидоли у меня как раз приходятся на то место, где я буду закапывать. То есть они у меня останутся, если я их не общепну, они у меня останутся там, под землей. И я когда-то уже давным-давно прочитала, что если семидольный лист при заглублении остается под грунтом, то он может, у него начаться там гниение, и он как начинает загнивать. Ну ясно, что это органика, он гниет, он гниет, гниет и может до стволика это гниение дойти. И получится какое-то там воспаление или еще что-то. Ну короче, я вот когда много лет назад прочитала, что нежелательно, и стала сразу убирать. Потому что смотрите, когда мы говорим про заглубление при посадке, когда мы высаживаем, если мы заглубляем томат, то мы даже два нижних настоящих листа убираем, чтобы под землей ничего не оставалось. И убираем, даже обрезаем те листья, которые лежат на земле, то есть касаются земли, чтобы не было никакого соприкосновения с землей. И вот у меня многие, очень много вопросов приходит, как я отщипываю заранее, или там выдерживаю какое-то время, или сразу. Я вам скажу так, что я сразу вот во время, вот сейчас я сижу, у меня видите, все это размаркировано, выдернуло уже саженцы, все они с семидольками, и это значит, что семидольки я сейчас буду отщипывать прямо в процессе работы. То есть я беру саженец, я все делаю руками, прям руками, но вот одной рукой неудобно, одной рукой держу, другой вот так раз, отщипнула, тут же его воткнула, все. И сейчас, когда я буду заглублять, вы видите, что землей засыпаю вот так, но потом при поливе земля немножко осядет. Эти, удаляя семидоли, я вынуждена только у низкорослых, вот этих, у детерминатных сортов, которые совсем-совсем коротышки. Вы видите, что они, ну, совсем низенькие, хотя по возрасту им уже месяц, у них уже третий лист. Вот если мы посмотрим, смотрите, вот, например, четыре уже листа, вот, раз, два, три, четыре, четыре листа. Ну, они такие маленькие, они такие коротенькие, и их уже пора вроде пикировать, а запихать в землю, ну, нет вообще возможности затолкать. Я прям по-настоящей лист. Если высокорослые, индотерминатную рассаду я по семидольного листа заглубляю, то эти я заглубляю до первого настоящего листа, потому что они очень малы ростом, и они еще долго будут стоять маленькие. Вот это считаю я преимуществом, то, что они такие маленькие, они компактненькие, я уже говорила, их выращивать в рассаде очень удобно. Они, кажется, вот сплошное море, все одинаковые, ну, конечно, они все разные, видите, по рисунку листа, вот этот петруша, остролистый, такие острые, а вот москвич, видите, у него круглый лист, совсем другой. Я уже их в лицо всех знаю, и сейчас я по отдельным лоткам их распикирую, отдельно будет сидеть петруша, отдельно будет сидеть москвич. Ну, вот сначала, как я вам уже говорила, тут было 300 сеянцев, и семидольки еще ответ на вопрос, говорят, спрашивают, обязательно ли это, не обязательно ли, нет, это не обязательно, нигде не слышала и нигде не читала, что делать нужно только так, не иначе, но просто это вот как предостережение, что вроде бы, если семидольки закапывать мы будем в землю, то, возможно, там начнется инфекция, ну, как обычно, начнет ли сгнить инфекция, ну, вы можете делать по-любому, вы можете, например, не удалять семидольки, попробовать заглубить вместе с семидолями, может быть, ничего не случится, можете вообще не удалять семидоли и заглубить только, ну, вот, только вот на это расстояние, видите, тут у нас какой сантиметр, по-моему, можете заглубить до семидолей только, все варианты хороши, и каждый на себе должен испытать все методы, все способы, выбрать для себя наиболее приемлемый, я всегда говорю, что огород это у нас поле непаханное для нашей фантазии, можете так, можете так, ну, как обычно, несколько способов, когда мы попробуем, мы приходим все-таки к одному, который у нас, мы набьем уже руку и уже на автомате, вот я делаю так всегда, много-много лет, но только на коротеньких, на толстоногих вот этих сеянцах на томате, если нет нужды, то я не отщипываю семидольки, это лишнее время, вот эта процедура, она все-таки тщательная, все равно требует внимания большого, и на длинных я это не делаю, все. земляков, в никою карту, все. Продолжение следует...